В этой части мы с вами рассматриваем инструменты отчетности, состояние процедур. Планирование работ всегда связано с расчетом времени, которое требуется на проведение той или иной операции. Например, на предприятии есть количество процедур, уже сконфигурированных, штат работников, которые эти задания должны выполнять. Составляется план-график выполнения этих процедур с учетом характера выполнения работ. Например, на угольных шахтах часто первая смена всегда ремонтная, в которой выполняются работы по подготовке, переносу, ремонту оборудования, когда основное технологическое оборудование остановлено, а следующие смены уже являются добычными. Ну и, соответственно, характер процедур для этих смен тоже будет отличаться, потому что отличается тип работ, которые проводятся в эти смены. Таким образом, дальше график формируется для каждой бригады с учетом доступности персонала или его компетентности. Для контроля персонала можно задать время выполнения каждой процедуры, за которой эта процедура должна быть завершена. Во время прохождения процедуры фиксируется не только значение, которое оператор вводит или выбирает из списка, но и время начала обхода, время ввода значений и так далее. То есть там достаточно много параметров, вернее, почти все параметры фиксируются временные. После выполнения всех задач и завершения процедуры, все эти данные сохраняются в базе данных, и их можно проанализировать. Если на какую-то процедуру предусмотрено, например, полчаса, а по факту она выполнялась полтора часа, возникает логичный вопрос, что вызвало такую задержку. И, например, если причиной задержки выполнения процедуры были какие-то изменившиеся условия, например, сезонность, трудность в логистике между пунктом А и пунктом Б, с какими-то участками, где установлено оборудование, и эти условия имеют какой-то относительно постоянный характер в будущем, то время выполнения процедуры может быть скорректировано или, например, вообще перенесено для выполнения в другую смену. В состав Intel Track входит достаточно мощное приложение для просмотра результатов прохождения обхода и аудита. Это приложение называется Auditor Plus. Auditor Plus позволяет просматривать, проверять, утверждать, отклонять, редактировать данные, которые были собраны на мобильном компьютере. Также в системе доступны отчеты по SRSS-отчеты и веб-отчеты. Давайте перейдем к виртуальной машине. Для того, чтобы посмотреть, как это работает. Аудитор Plus запускается из консоли Intel Track Management Center, из панели навигации, щелкаем «Аудитор Plus» и появляется окно, в котором нам предлагается выбрать отчеты, тип отчета, который нас интересует, выбрать время, временной интервал времени, за какой период мы хотим получить выборку данных. Ну и обозначить фильтры. То есть сформировать запрос таким образом, чтобы он касался только тех смен, например, дневная, ночная, сконфигурированный техбас. Ну и дальше уже те запросы можно отфильтровать. Давайте выберем по отчет, тип отчета по расписанию, то есть какие процедуры у нас были сформированы, какой статус у них сейчас есть. То есть это те процедуры, которые находятся у нас в расписании у служившего персонала. Появляется окошко с выборкой данных, в которой представлено достаточно много параметров. Какое значение было, вернее, какое время начальное было, какое время выполнения, передачи данных. То есть здесь это все фиксируется. Фиксируется, какое количество задач должно было быть выполнено, какое количество задач выполнено. Ну и какие задачи были пропущены. Таким образом, можно дополнительно сортировать еще, то есть, например, по времени выполнения эти строчки, по базе или по статусу. Ну и перейти сюда простым драг-н-дропом. Таким образом, у нас сформировались наши данные по базам. То есть можно сделать выборку по базам уже. Ну, у нас база здесь одна, используется Operations. Можно сделать выборку еще дополнительно по статусу. Таким образом, у нас для нашей базы Operations будут убраны все статусы и все строчки, которые имеют этот статус на текущий момент. Здесь указаны активные задачи. Это те задачи, которые ожидают исполнения, законченные, которые определяются зеленым цветом. Ну и мист, которые пропущены уже. Если у нас настроены еще вставки по времени, то можно посмотреть, какие задачи, насколько просрочены. Кроме отчетов, типов отчета по расписанию, доступные отчеты еще и также служебные и процедур, которые закончены, либо находятся в прогрессе, то есть находятся в работе. Выполним выборку данных за данный промежуток времени. Сделаем также сортировку по процедурам. Пойдем в нашу процедуру. Ну и посмотрим. То есть таким образом, из аудитора плюс можно погрузиться глубже, получается, на уровень самой процедуры, посмотреть ее иерархию. И какие-то данные. Ну и изменить или добавить какие-то комментарии и значения. Для этого выбираем нашу процедуру. Два раза щелкаем на нее. И переходим немного глубже на уровень. Здесь у нас отображается схематически иерархия и структура нашей процедуры. Также она дублируется, все настройки в режиме read-only, которые мы можем наблюдать и в построителе процедур. То есть если нажмем на группу задач компрессор, то все те же самые настройки мы можем наблюдать в построителе процедур. То есть если сравнить, все то же самое, аналогично. Здесь мы можем посмотреть историю, которая была загружена для наших трендов, для введенных значений. В нижней части у нас идет служебная панелька, по которой можно посмотреть, какое значение было введено, кем оно было введено, каким образом. В данном случае Answered by User. То есть это значение было введено пользователем, во сколько это было сделано, данные пользователя, ну и данные по оборудованию, по фильтрации данных и важности. Таким образом, здесь еще цветом выделены те задачи, условия которых были в дальнейшем были определены к различным типам важности и фильтрации. То есть вот они выделены. У нас одна тревога и одна опасность. Можно посмотреть, перейти. То есть что-то типа алармов, которые подтверждают уровень тревоги. Также здесь доступны заметки. Можно ставить какую-то пометку. Например, она будет потом отображаться у операторов. Очень такая функция ручного ввода. То есть, например, если у нас измерение технологического процесса, температура, давление проходит с помощью каких-то ручных измерительных устройств переносных, и мы знаем, что погрешность, допустим, у этого датчика, допустим, минус 3 кП, минус 5 кП, то мы можем скорректировать это значение с учетом этой погрешности. Нажимаем Override, выбираем значение. Если будет минус 5, тогда 83 кП, нажимаем Сохранить. Таким образом, у нас появился значок карандаша, который говорит о том, что это значение было скорректировано вручную. Ну и в панельке, относящейся к этому элементу, к этой задаче, появилась информация о том, кто это сделал, когда это сделал, и какое было оригинальное значение до того, как его изменили. В следующей вкладке Signature отображается подпись оператора, если для этой задачи было поставлено условие о том, что требуется рукописное подтверждение о введении значения параметра. Ну и последняя вкладка Touchments. То есть, если допустим, оператор захотел поделиться какой-то дополнительной информацией, там какие-то протечки обнаружил, то он мог из мобильного приложения сделать фото, видео, съемку, и она бы приложилась к данной задаче, в этом данном поле. После того, как оператор посмотрел, введение оператора, а аудитор посмотрел всю задачу, группу задач, процедуру, если его все устраивает, все прошло так, как нужно, он может ее подтвердить, эту задачу. Таким образом, это как бы конечная точка в работе, прохождении процедуры, это конечная финишная черта. То есть, после того, как мы задачу подтвердили, она считается выполненной. Просит нас обновить данные. После того, как мы подтвердили нашу задачу, у нас отображается время подтверждения и данные того пользователя, который это подтверждение сделал. Можно подтверждать, если аудитор уверен в том, что все было точно, не нужно никаких пометок или какой-то дополнительной информации, можно это подтверждать и без входа на уровень, детальный уровень процедуры. Можно выделить нужную процедуру и просто нажать «Approve». Она автоматически будет подтверждаться. также можно и подтверждение это убрать, сделать риджет для того, чтобы перевыполнить это задание. В общем, считать его неудачной процедурой. Кроме этого, в типах отчета есть еще служебные отчеты, как я говорил. Можно посмотреть, какие пользователи у нас зарегистрированы, какие разрешения у нас есть, то есть что производилось за последний какой-то промежуток времени, все манипуляции, связанные с настройками параметров системы, с внутренними какими-то делами. Все это тоже здесь фиксируется. Также можно здесь и добавить сообщения в виртуальный лог, то есть что-то типа форума или чата между бригадами, между сменами и аудитором. Добавим это описание, например, для какого-либо из оборудования. И добавим комментарии, они будут отображаться в мобильном устройстве, в мобильном приложении. Следующие отчеты, это веб-отчеты. Здесь, в принципе, ничего такого нет. То есть это обычный веб-сервер, который может вытягивать данные из базы данных. Ну и, соответственно, какие-то отчеты уже сконфигурированы. Интересная фишка здесь есть, что мы можем фишировать наши данные, фишировать наши отчеты для их быстрого доступа потом и впоследствии. То есть если мы загружаем отчет, выпускаем отчет, сервер опрашивает базу данных и делает выборку нам по тем параметрам, тем критериям, которые мы здесь задали. Таким образом получили какие-то данные, да, сводные. Можно их экспортировать в Excel. Ну, мы сделаем кэшфулл-репорт. То есть мы его закэшируем, этот отчет. Здесь можно указать количество дней, сколько он будет храниться в этой системе. Вышло время сессии. Ну и все таким образом наш отчет закэшировался. Можно отправить ссылку по почте. Давайте покажу. Вернемся к нашим отчетам. Возле нашего отчета, который мы выбирали, Completed Procedure Report, у нас появился значок плюс. Можно его раскрыть и посмотреть, какие отчеты у нас закэшированы. Таким образом, при открытии кэшированного отчета у нас уже данные с сервера не подгружаются и отчет грузится намного быстрее, чем первый раз. На этом все. То есть вкратце система отчетности выглядит таким образом. Если есть какие-то вопросы, коллеги, можете задавать. Сколько стоит? Следовать. КРИКИ Продолжение следует... Продолжение следует...